Дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас мы находимся в сказке, и, конечно же, сегодняшний наш гость – это король битбокса, это самый мощный битбоксер мира, и человек, чье творчество с каждым годом становится все популярнее, не только, конечно же, в России, но и за ее пределами – Вахтанг Каландатен. Привет! Я очень рада тебя сегодня видеть, и, друзья, мы еще год назад встречались с Вахтангом до журнала Prime One, и у нас была такая увлекательная беседа. Расскажи, что у тебя изменилось за последний год? Слушай, очень много всего произошло. Во-первых, я, можно сказать, открыл свою студию, где я пишу свои сольные треки, музыцирую, сижу постоянно. Сейчас есть мысль даже на время там жить в этой студии, потому что далеко находится от моего дома эта студия, и чтобы не терять время на дорогу, хочется там находиться все время. Потом совместный трек с Валерием Меладзе. Это для меня, конечно, большой шанс, и успех, и, не знаю, счастье, называйте как хотите. Это очень для меня большая честь, что я стою с этим человеком на одной сцене, стоял, и иду вперед. В общем, все меняется к лучшему. Я хочу петь, я с детства это делаю, почему-то все спрашивают, а почему ты до этого не пел, почему ты только сейчас начал это делать. А я всем говорю, что я с трех лет пою, вообще, ну, люблю петь. Мы были на твоей презентации, на презентации твоей песни. Расскажи, а вообще, как вот все это зародилось? У меня очень много заготовок, если честно. Я думаю, постоянно сочиняю, играю на фортепиано, сочиняю песни, и потом прихожу в студию, и с демки уже получается настоящая песня. А теперь ты будешь совмещать битбокс с поп-музыкой, или ты только хочешь, вот, я знаю, что в твоей новой песне нет элементов битбокса. То есть, или ты хочешь разделить это? Ты знаешь, я думаю, это просто экспериментальный трек такой, инструментальный. Вообще, остальные треки, я думаю, будут с плетениями битбокса, потому что я люблю это дело, я не могу это оставить, и это часть меня, поэтому битбокс, конечно же, будет в треках. А если уж мы заговорили о Валерии Меладзе, расскажи о вашей встрече, как она произошла? Первый раз мы встретились с Валерием Меладзе на уроке вокала. Моя преподавательница, может быть, 2-3 года назад, может быть, больше, преподавала Валерием Меладзе вокал, и так получилось, что он пригласил, она пригласила его на урок вокала. Он пришел, сел, поприветствовал всех очень добрый, сразу я понял, что человек открытый, искренний. И я вот говорю, давай я вам покажу, что я умею делать. И как раз со мной была вот эта вот loop station, вот эта аппаратура, да, которая как раз, с помощью которого я делаю музыку. Я начал играть один трек, второй трек. Ему очень понравилось, он сказал, да, круто, очень здорово. Ну, как-то так вот. Это было экспромтом? Это было экспромтом, да. Это было неожиданно, и после, спустя некоторое время, даже год, по-моему, да, мы пробовали писать одну песенку, вот, я хотел сделать кавер на 100 шагов назад, вот, и Валерий сказал, что лучше не стоит этого, потому что уже трек был, лучше что-нибудь новое придумать. И в какой-то момент просто Валерий позвонил мне и сказал, Вахтанг, а давай что-нибудь сделаем вместе. Он сказал, уа, здорово, классно, что, что надо, присылайте музыку. И объяснил, что Константин Милаза написал трек один классный, он прислал мне его, я сразу же поехал на студию, записал голос. Сначала на тарабарском языке, там, бомба, лякан, керенгонку, лянка, гора, бонго. Потом он ему понравился, тарабарский, нет, а работал его на русском языке и уже спел его. Ну, ты, я прям заслушалась, ты же приятные впечатления от работы, да? Приятные, конечно, да, очень, очень. Я знаю, что у тебя есть в планах, а может быть и нет, поездка на Евровидение? Да, почему бы и нет, я хочу попробовать, подготовимся. Это, сначала попробуем пройти, ну, отбор, надо сначала пройти вот этот 16, по-моему, там, до участия. Посмотрим. Ну, я буду за тебя голосовать, но я уверена, что не только я. Голосуйте за меня. Да, друзья, поддерживаем нашего друга и чемпиона мира. Да. Так, ну, давай перейдем к следующему вопросу. Да. Было ли в твоем творчестве такой момент, может быть, сейчас, да, анализирую, что бы ты изменил? Может быть, изменил бы в своем творчестве? Может быть, ты бы захотел, например, не встречаться с теми людьми, с которыми бы ты встретился? Или же это, то есть, все как бы... Ух ты, какая ты камерзная, ты лучшая. С теми людьми встретился, где бы ты не встречался с теми людьми. Не, ну, не хотелось. Вот, например, встреча с которыми тебе тогда казалась удачей, сейчас, по прошествии времени, ты считаешь это наоборот? Да, был такой период жизни у меня, когда был, грубо говоря, застой в творчестве, потому что я год-полтора не мог ничего сочинять. Со мной был продюсер, да, я подписал контракт, и я не ожидал, что творческого человека очень контракт, ну, ограничивают, и какие-то рамки ставят. Да. И мне не получалось ничего писать, да, то есть, даже я садился за портепианок, как обычно, и я думал, да, сейчас что-нибудь сочинем, какой-нибудь прикольный уставил, и не получалось. Потому что, ну, давило вот это вот, еще, я не буду называть его имя, вот, просто, ну, неприятность. Мистер Икс. Да, была неприятность в сердце, когда на душе неприятно, на душе неприятно, ты не можешь ничего сочинять. Но потом я сказал, нет, я буду один, я хочу делать музыку такую, которую я хочу делать, чтобы мне никто ничего не навязывал, никто ничего не говорил, потому что, если навязываюсь, да, это уже не твое умение, это уже не ты. Спустя некоторое время мы расстались с этим продюсером, будьте очень осторожны с контрактами. Предупреждения, как СОС, там, не знаю, Ахтунг, 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 да. Да, когда что-то подписываете, надо смотреть, читать. А на сколько лет был подписан? Хорошо, я вам скажу, на 25 лет был подписан контракт, но я не знал. Ты не читая подписал? Да, я не читая подписал, и так получилось, что на 25 лет я просто взял, мне юрист вынесла контракт на улицу, во дворик. Мы сели на коленочку, я взял этот контракт, взял ручку и 52 листочка подписал, не глядя, что там написано. Ты доверял этому человеку? Я доверял, да, ну я доверял, конечно, такой контракт, я думаю, что подписал бы такой сумасшедший человек, потому что на 25 лет, кто вообще узнает эту историю, мне кажется, это очень дерзко и неприятно, потому что там еще пролонгается, еще на 25 лет. То есть без твоего, ну это, грубо говоря, пожизненный контракт, но я избавился от этого контракта, больше его я не увижу. Кто должно дать силы после разочарования в людях идти дальше? Я, если честно, не разочаровывался в людях и не разочаровывался. Я верю в себя, верю в свою семью, в своих друзей и уважительно и толерантно отношусь ко всем. Люблю музыку, а музыка, я считаю, все поборет, можно так сказать. А у тебя есть в планах создание школы битбокса? Да, школа битбокса есть в планах, но она будет совместно, можно так сказать, с федерацией битбокса. Мы хотим сделать федерацию битбокса, я уже об этом говорил, наверное, год, и мы никак не можем его сделать, вот, потому что есть пока общественная организация. Чтобы сделать статус федерации битбокса, нужно, чтобы битбокс был спортом, а это не так легко, потому что очень много в очереди, там, не знаю, там, метание снежками, там, не знаю, там, то есть, рубка дерева на скорость, понимаете, да? И где-то там битбокс. Я думаю, что мы эту историю тоже сделаем, чтобы это осуществилось, тогда уже будет школа, без школы битбокса не только в Москве, но и по всей России. Вообще битбокс в России набирает обороты? Битбокс в России набирает обороты, конечно же. Уже очень много битбоксеров молодых, вот. Но очень мало, еще раз повторюсь, я постоянно об этом говорю, талантливых битбоксеров в плане сочинения музыки. То есть ты должен быть музыкантом. Если ты просто битбоксер, там, научился делать несколько ритмов, там, и, типа, прикольно, ты говоришь, я битбоксил, то это не так, потому что битбоксер в первую очередь это музыкант. А музыкант это человек, который что-то создает. Поэтому, друзья, будьте креативными и сочиняйте, придумывайте новые звуки. Я постоянно не то что советую, там, да просто говорю, так было бы сделать лучше, например, да. Я не тот человек, который может прям посоветовать, да, я не считаю, что там я действительно там король, и там могу там направить человека на нужный путь. Ну ты скромный. Вы можете прийти, я думаю, к батюшке, и он направит вас. Я всего лишь человек, и могу лишь чуть-чуть, нужно ему просто направить чуть-чуть. Друзья, сейчас специально для журнала Prime One, ее очаровательная ведущая, Вахтан, спасибо, Вахтан, спасибо. Ну и хочется закончить на самом деле на твоем совете и совете молодым талантливым ребятам, которые, может быть, тоже хотят, но, не знаю, может быть, меньше амбиций, может быть, меньше таланта, но они любят это дело. Что можешь им пожелать? Знаете, талант, это всего лишь, может быть, 25% вообще успеха. Потому что я учился в Гнесинской школе на Ордынке. И со мной вместе в одном классе по фортепиано учился один парень. Он очень был большим трудоголиком, а я, короче, не занимался. И в конце года я играл так, а он наяривал все это. Потому что самое главное это трудолюбие. И как ты... Это тоже талант. Труд, да, то есть быть трудолюбимым, это тоже талант. И очень мало талантливых людей, у которых есть этот талант тоже. То есть ты можешь быть, грубо говоря, талантливым, ты быстро схватываешь, да, вот так скажем. А сидеть и разбирать что-то, да, это уже сложно. Вот я такой человек, да, мне сложно сидеть. Я не могу сидеть на одном месте. Мне нужно постоянно движение. Поэтому совет, если у вас есть талант и предосположенность к какому-либо из искусств, или там, неважно, ты слесарь, в чем угодно, да, это может быть. Просто, во-первых, силу воли нужно раскачивать, да, этот скилл раскачать до конца. И сидеть до конца, пока ты не сделаешь свое дело. То есть идти к успеху, несмотря ни на что. Еще один важный момент, например, вот, когда ты ходишь в тренажерный зал, да, значит, многие меня поймут. Многие через два-три месяца бросают это дело. Это из-за того, что они, например, очень сильно перенасыщаются. Например, они ходят каждый день, да, они хотят очень сильно быстро похудеть, там, или там накачаться, неважно, да, и бросают это дело, потому что им это надоедает. Нужно делать небольшие перерывы, да. Когда я, например, я по 10-12 часов тренировался, я делал один день перерыв, это само собой получалось у меня. Потом на следующий день я был еще лучше. То есть нужно брать паузы, отдыхать, идти вперед, быть трудолюбивым и любить свое дело. Все. И это залог успеха. Видишь, как я все банально рассказал. Я это банально рассказал, но это правда. Это правда. 1 февраля у нашего дорогого гостя с нашим другом Андреем Гризли презентация. Друзья, 1 февраля в клубе «Щердак» пройдет презентация нового клипа, уже завершенного «I love you, baby», который вошел, кстати, в саундтрек к фильму «Дублер». Там будет рева, разные известные гости. Приходите, будем отдыхать, вместе веселиться, танцевать и отжиматься. Друзья, вот и подошла наша передача к своему логическому завершению. Мне не хочется прощаться с тобой. Мне тоже не хочется. Я думаю, что мы с тобой еще увидимся. Да. Все, что, друзья, не вошло в нашу передачу, вы можете читать в майском номере журнала «Про Иван». Так что не пропустите.